20 июля 1988 года Витебск был провозглашен столицей первого всесоюзного фестиваля «Польской песни». В то время как раз польская эстрада была на подъеме, очень интересна исполнители и так далее. И это одна из причин была. А вторая причина в том, что у нас в области уже проводился областной фестиваль «Польской песни». Тогда назывался «Областный смотр», «Конкурс». И где-то лет 10 мы уже его проводили. В области собирались любители польской песни, а в Витебске есть такие западные регионы, как Поставы, Браслов, Шарковщина, Глубокая. Ну вот, где очень много живут поляков. И очень большим спросом пользовался фестиваль «Польской песни». Было много участников. Проходило это в здании филармонии. В здании филармонии тогда не было ни амфитеатра, ни дворца культуры. Единственный концертный зал – это был городской дом культуры. Залом на 150 мест и областная филармония. В польском городе Зелёная Гура проходил музыкальный фестиваль, который после показа по центральному телевидению в начале 80-х стал пользоваться успехом и в Советском Союзе. Тогда было решено создать что-то похожее и у нас. Местом проведения был выбран город по братим Зелёной Гуры. Впервые Витебск принимал так много гостей, артистов и журналистов. Ещё никогда не было столько телекамер. Операторы словно соревновались, показывая телезрителям летний амфитеатр. Концерты первого всесоюзного фестиваля «Польской песни» транслировались по центральному телевидению. Новости этого музыкального форума заполнили страницы фестивальных, республиканских и всесоюзных газет. Впервые проходили всевозможные ярмарки, народное гуляние, выставки польских и советских художников. В эти пять июльских дней восхищенные зрители тепло встречали любимых и знаменитых на весь мир артистов, звёзд эстрады и молодых пупцов, делавших свои первые шаги на профессиональной сцене. Первый всесоюзный фестиваль «Польской песни» заявил о Витебске как о городе, созданном для праздников. На концертных афишах второго всесоюзного фестиваля «Польской песни» появились имена Алексея Глызина, Игоря Талькова, Лоры Шафран, Ирины Понаровской, Максима Дунаевского, Вячеслава Добрынина, Льва Лещенко, Станислава Сойки, Рышарда Рынковского, Беаты Молок, Национального концертного оркестра Беларуси. Всего за несколько июльских дней фестивальный город преобразился до неузнаваемости. Он живёт новыми встречами, знакомствами, ни с чем не сравнивыми ощущениями таланта, красоты, безграничного творчества. Артисты и музыканты приехали в Витебск, чтобы пообщаться друг с другом, получить особый фестивальный заряд энергии, выступить перед самым лучшим и благодарным зрителем. Не грусти в этот вечер, будут новые встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Солистка из Белоруссии, из Могилёва Инна Афанасьева Я именем нашего мужского коллектива хочу ей пожелать, конечно, хороших творческих успехов и, конечно, долголетия Она споёт вам песню Александра Малишевского «Мне 20 лет» Инна Абасева АПЛОДИСМЕНТО 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok